Что касается моего вопроса, перебрасываясь, я, знаете, хотела о чём спросить. Вот мы идём по жизни все, бегом летим, мы заняты, а у нас нет времени на то, как часто посещать врача, в каком объёме делать визиты к врачу. И я думала о том, что мне задал этот вопрос пациент, но я его могу транслитерировать на женщину. Обязательно ли при каждом посещении акушера-гинеколога делать мазки из влагалища? Или можно пожаловаться и получить какую-то первичную рекомендацию, которая, может быть, исправит ситуацию? Вот можно ли в лёд с одного визита понять, как будет развиваться дальше котина, а может быть, сразу получить лечение и как-то определиться? Ну, вы знаете, мой академический мозг хотел бы вначале ответить, что нет, потому что, конечно, бы хотелось обследовать, получить материалы бакпосева, на вирусы сдать, на вирус папилломы человека. Но мозг практика ответит, что да. Скажем честно, откровенно, вот то, что мы не можем делать онлайн, это, конечно, вагинальное исследование, осмотр в зеркалах. Когда я вижу отделяемое, и в связи с этим хочу сразу попросить всех, кто размышляет о том, как готовиться к визиту гинеколога, ни в коем случае не вымывать в глубине вообще ничего. То есть обычный душ, все гигиенические мероприятия снаружи, потому что доходит до какой-то казуистики, это просто больная тема. Я так готовилась, я взяла три геля для интимной гигиены, некоторые прямо головку от душа помещают туда, чуть ли не с мочалкой, выдравила себе слизистую. Смотрите, доктор, похвалите, какая я молодец. Ну какая же она молодец, когда для постановки диагноза реальной ей помощи, ну молодец, придешь в следующий раз, когда не будешь мыться, чтобы я диагноз поставила. А сейчас, после того, как вы, извините, вы выпало ли все поле, вы проехали грейдером или каким-то плугом, вспахали, как я должна была понять, теперь понять, глядя на вот это все вспахнанное поле, а что тут росло до того, вот до вспашки, что там росло, там была пшеница, был бурьян, были еще там какие-то бахчевые культуры, как я это узнаю? А вот у меня были такие-то жалобы, вы как экстрасенс выйдете в астрал и догадаетесь, кто же у меня там был. Ну то есть уже даже обследовать нет смысла, набирать какие-то анализы. Во-первых, месседж сегодняшнего эфира, перестаньте туда направлять какие-то гигиенические мероприятия, раз, второе, туда помещать щелочь, вымывать это любыми мылами, даже специально для этого, якобы созданные, они созданы, чтобы деньги от вас качать. Дикая природа не устроила так, ну никакую гигиену, чтобы ни одно животное там никак ничем себе не вымывает. Все снаружи, а там свои тыхи житят, там свой микробиоциноз. Чем больше вы моете, тем больше идет нарушений. И третий месседж сегодняшнего эфира о том, что я хотела в конце это резюмировать, ну вот уже пусть будет так, академично, раз, два, три, вдруг кто-то нас таки конспектирует. Принудительное мочеиспускание после полового акта. Кто внимательно слушал Татьяну Владимировну из мужчин, они уже сделали вывод. То есть, как бы чего ни было, после эякуляции желательно помочиться. Почему? Потому что эта струя профилактирует возможное заражение. И при этом, извиняюсь за отхождение темы, как сказали самые мудрые дерматовенерологи, чем красивее девочка, чем она аппетитнее и плод выглядит абсолютно таким торговым, торговый вид имеет, да, то есть, ну вот все, куплю за любые деньги, потому что, ну все, и сладкая, аппетитная, и очень красивая, и спелая. Тем больше шансов, что вы там найдете какие-то инфекции, которые нежелательны. Ну, понятно, по каким причинам. Поэтому метод добровольно-принудительного мочеиспускания исповедуют абсолютно все. Мужчины, да, и поверьте, женщинам и девушкам я говорю все то же самое. То есть, есть возможность, получили удовольствие, пошли, помочились каждый по очереди. Потому что женская уретра, ну примерно во сколько? Раза в четыре короче, да, чем мужская. Ну в три точно. Раз в пять. Раз в пять, ну вот. То есть, у мужчины в пять раз длиннее вот эта дистанция, чтобы пробежать микрофлория. А у женщин пять раз короче, и еще и шире, раза в два. То есть, нужно сказать, проспект, открыты двери, заходите, живите, хорошо устраивайтесь. А если еще там недостаточно лактобактерий, недостаточно кисло, то и, в общем-то, и уже и столы накрыты. Не только заходите, но еще и вас тут уже ждут, и накормят, и напоят. Да, не только фигурально, но и дословно, потому что уже готова питательная среда. Поэтому добровольно, принудительная, после каждого полового акта, мочеиспускание. Субтитры создавал DimaTorzok